Внимание! Найден черный спортивный рюкзак в судах внутри. Хозяину просьба подойти в пресс-центре. Это не шутка. Внимание! Найден черный спортивный рюкзак в судах внутри. 43-й Грушинский начался с забавного происшествия, которое благодаря бдительности и доброте граждан закончилось вполне благополучно. Сегодня подошли две женщины вместо с полицейским и заявили о том, что они нашли сумку. Они позвали полицейского, полицейский подошел, они открыли и в сумке оказался удав. Вот в этой сумке? Он сейчас там? Как он себя чувствует? В просьбе, да. Ну, я думаю, ему не очень там хорошо, но надеемся, что в скором времени его хозяин заберет его. Питон, которого его спасатели назвали Андреем, не единственный экзотический гость фестиваля. Потомственная шаманка Жанна, которая поставила свой чадыр, он же шатер на фестивальной поляне, приехала на Грушинске из далекого Алтая. По словам Жанны, шаманы обычно сторонятся людей, но теперь захотели им всячески помогать с помощью древних ритуалов. Шаманский бунт все очень привлекают внимание, потому что иначе быть не может. У него очень много там духов живет, и каждый шаман, у него определенная карта шаманская находится, и здесь духи-помощники живут. Существа, которые помогают ему в тонкий мир переноситься и видеть тонкий мир. Для шамана это самый священный атрибут, как и шаманский костюм. Я никогда не разрешаю его трогать ни руками другим людям, ни переносить, всегда только я сам. Потому что это конь, посредством которого шаман переносится в тонкий мир. По соседству с Жанной живет в лагере своих друзей Дмитрий. Он тоже проделал неблизкий путь из Тель-Авива, чтобы попасть на фестиваль. Когда летел в отпуск, предложили поехать сюда. Я согласился, вот теперь пятый год уже здесь. Что-то похожее есть в Израиле? Ну, вроде есть, но я не знаю. Не узнавал, не интересовался. Мне больше тут нравится. Песни, свежий воздух, атмосфера. Пока Тверской трамвай трещит по швам, Дырявыми, вибрируя боками. Для Михаила и его друзей дорога на Грушинске не такая дальняя. Но зато ездит он сюда каждый год уже больше десяти лет. Каждый год мы приезжаем на Грушинский фестиваль. Это здоровский праздник. Просто вот такого больше нет в России. И каждый год мы свой лагерь оборудуем по-разному. Вот сегодня, в этом году, у нас лагерь Лукоморья. И наш вход в наш лагерь охраняют два лесовичка. Это леший, которого зовут Тима. И русалочка, которую зовут Марина. Вот они не пускают к нам сюда злых людей. Только к нам добрые, хорошие люди приходят. То есть то, что вот здесь проходит на Грушинском фестивале. Это праздник красоты, любви, счастья. Приезжайте на Грушинский фестиваль. Будем рады вас видеть. Привет! Привет! Владимир Африканович, авиадиспетчер на пенсии. В этом году он впервые приехал на Грушинский фестиваль из далекого Нарьянмара. Какими судьбами сюда-то попали? Потому что я в интернете сижу чуть ли не круглые сутки. И причем давно. У меня даже распечатано это все про Грушинский. Какой год подряд уже приезжаете? Первый. Первый? Первый. Мне так нравится. Нравится, здорово очень. Потому что я поездил, конечно, везде. И в Индии был, и в Сри-Ланке был, и по многу раз. Классные. Просто классный отдых. Море, не море. Я привык к морю. Где вода, там море. Я насмелел столько уже. Заряжал вот снова фатвардом. У меня заряжается еще там на зарядке. А вот к этому семерке я подготовил штатив. Свое приспособление сделал, чтобы воткнуть на горе там, когда съемка будет. Вот поставлю я на него, и буду снимать со штатива. А вот Марк и я не прилетели аж из другого полушария. Я здесь с моим другом Марком Лайснер из Германии и из Союза Африки. Здесь мой друг Марк из Германии, и я сам из Южной Африки. Марк перевел на русский мою лучшую песню, которую я написал в 1978 году, чтобы мы могли спеть ее на фестивале. The name of the song is Песня Я Тибя. Песня Я Тибя В неволе тикве моря вспоминаю я тебя, бесконечный пляж. Каменные замки, водопады на побережье, лошадей следи указывают путь. Не хочется спеть мою песню для тебя, я знаю точно, ты поймешь слова. Не хочется спеть мою песню для тебя, что возникла вновь в твоих глазах искра. Они с восторгом рассказывают о своих впечатлениях от происходящего на фестивальной программе. Это впервые, что я здесь, но это был уже такой сон, уже давно. Я раньше работал с Россией, хотя я никогда не жил, не прожил в России, но много лет работал с Россией. Часто слышал об этом фестивале, и для меня это просто замечательно. Это первый раз я здесь, наконец-то я здесь. Я так удивлен, что все это бесплатно. Любой может сюда приехать совершенно свободно. Не только мы артисты, но все. Приехать и наслаждаться невероятно, здорово. Каждый может ходить здесь и слушать разных исполнителей. Просто фантастика. Марк и Яни пронесут славу Грушинского по Африке. И кто знает, каких гостей нам ждать на следующем фестивале. Не смотрите, что невеликая, может быть, великим мой удел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важней всего на свете. Я могу желание исполнить, путь неблизкий, завершая эти. Владимир Высоцкий, хоть и знал о существовании Грушинского фестиваля, никогда не бывал на Мострюковских озерах. А вот его сын Никита приезжает на Грушинский регулярно. Никита Высоцкий Когда я отпою и отыграю, чем кончу я, на чем не угадать. Но лишь одно, наверное, я знаю, мне будет не хотеться умирать. Подсажен на летую цепь почета, и звенья славы мне не по зубам. Эй, кто стучит в дубовые ворота костяшками по кованым скобам? Ответа нет, но там стоят, я знаю, кому не так страшны цепные псы. И вот над изгородью замечаю знакомый серп отточенной косы. Я перетру серебряный ошейник и золотую цепь перегрызу. Перемахну забор, ворву сварепейник, порву бока и выбегу в грозу. У меня нету программы. Я вообще довольно давно, ну, мне приятно, когда меня объявляют актер, там. Но я довольно давно актером-то не работаю. Поэтому это, ну, какое-то вот такое вот мое выступление. Такое или сякое. У меня специальной программы нет. Я, вы знаете, мне, как любому нормальному человеку, приятно, когда ко мне там хорошо относятся. Вот сейчас я там вышел на сцену, люди улыбаются там, подбадривают, я не знаю. Вот, и то, что здесь, это же, я понимаю, что это не ко мне, а как бы к отцу моему. И я в этом смысле, я думаю, здесь, ну, еще долго ничего не изменится. Это не формат и не, ну, не форма, что ли, которая, наверное, имеет смысл, там. Но это не мне судить, как-то менять, обновлять, там, и так дальше. Это какая-то суть, которую здесь, здесь Высоцкого считают своим. Не только Высоцкого, да. Вот, и поэтому в этом смысле мне комфортно. Просто, ну, как бы я с гитарой, как бы я что-нибудь еще сам сочинил. В этом смысле не формат. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот так вот. Вот Никита пришел, стихи почитал, там, Алексей Зыков спел. А, видите, сейчас с двух сторон там Зыков поет, а там я слышу какой-то женский голос, тоже поет Высоцкого купола. Вот, так что, видите, значит, комфортно мне. Здесь в этом смысле все в порядке. Чья заслуга в том, что каждому, неважно из каких краев он приехал и чем занимается, здесь легко и комфортно. Самого Валерия Грушина, чья жизнь и чей подвиг, всегда остаются образцом для тысяч грушинцев. Музыкантов, на чьих песнях выросли поколения. Каждого из гостей фестиваля, чья добрая энергетика и дружба, пронесенная через годы и тысячи километров, определяют характер грушинского. Наверное, все это сразу дает удивительный эффект и рождает неповторимую атмосферу, которую никогда уже не забудет никто, хоть распогостивший на самом известном фестивале авторской песни в стране, которым по праву гордится Самарский регион. Поем вместе! А в апреле почки все уже беременны, Разродятся к майским праздникам листвой, И мне хочется надеяться, что временно Со своею не справляюсь головой. Птичьи хор поют ночи крылатой ротаю, Так что в тучах заворочилась гроза, Скоро я свою работу доработаю, И приеду посмотреть в твои глаза. А Волга, а Волга, Широка и глупака, да вон она, Она сама как долго, Как долго Не давала нам увидеться зима. Как долго, Как долго Не давала нам увидеться зима. Мы гулять пойдем сквозь дымку предрассветную, И согревшись перестану я дрожать, Я тебе влюбляться сильно не советую, Но никто тебе не запрещает ждать. А Волга, а Волга, Широка и глупака, да вон она, Она сама как долго, Как долго Не давала нам увидеться зима. А как долго, Как долго Не давала нам увидеться зима.